Кроме обычных чисел в JavaScript есть еще специальное числовое значение бесконечность. Если мы поделим положительное число на 0, мы получаем бесконечность. Если поделим отрицательное число на 0, будет минус бесконечность. Это значение можно явно записать в программе при помощи ключевого слова infinity. Бесконечность больше любого числа. Например, если я сравню x с 10 в сотой, то окажется, что x больше чем 10 в сотой. А вот если я сравню с 10 в тысячной, то это почему-то оказывается false. Давайте разберемся почему. Итак, 10 в тысячной оказывается для JavaScript тоже бесконечность. Дело в том, что современные компьютеры являются 64-битными. Это означает, что за одну операцию они могут обработать только 64 нолика и единички. И если число нельзя записать при помощи 64 ноликов и единичек, то в JavaScript оно становится бесконечным. Максимально возможное значение в JavaScript можно получить из number max value. Если мы напечатаем его в консоли, мы увидим, что это 1,79 на 10 в 308 степени. Это не означает, что если мы добавим к нему единицу, то у нас сразу будет бесконечность. В зависимости от браузера этот предел может немного отличаться. Но если я удвою это число, то здесь я точно получу бесконечность. Для того, чтобы проверить, является ли число конечным, есть функция, которая называется isFinite. Мы пишем сюда x и теперь видим, что наш x, несмотря на то, что он такой большой, все еще является конечным. Если же я здесь попробую написать, например, 10 в тысячной степени, то окажется, что это бесконечное число. И то же самое будет для значения infinity. Бесконечность в JavaScript появляется, если в результате математической операции мы получаем слишком большое значение.